Привет, Алекс Геч на связи. Вы знаете, я заметил, что многие изобретатели не останавливаются на достигнутом. Мне кажется, в 2017 они стали еще более сумасшедшими, чем в 2016. С каждым годом появляется все больше и больше прикольных новинок. И по этому поводу хочется сказать только одно. Все самое интересное еще впереди. Сегодняшний выпуск как раз таки о прикольных изобретениях. Ставьте лайки, поверьте, вам понравится. На мой взгляд, сейчас вы можете наблюдать одну из лучших домашних камер наблюдения, которая называется Nest Cam IQ. Первые две вещи, которые меня удивили в этой камере, так это ее 12-кратный цифровой зум и технология распознавания лиц. Но объективно, довольно уникальные способности для камеры видеонаблюдения. Что очень важно, разработчики добились того, чтобы камера при цифровом зуме не теряла качество картинки. Еще когда что-то или кто-то начинает двигаться в кадре, камера сразу же автоматически наводит зум на движущийся объект. При этом четкость изображения остается на исходном уровне. Технология распознавания лиц внутри камеры продвинута настолько, что даже когда в ее поле зрения попадается какой-то человек, которого она ранее не замечала, она моментально начинает подавать вам сигнал в телефон. Устройство обзавелось широкоугольным объективом, обеспечивающим 130-градусный угол обзора. Умеет записывать видео в 4К. Кстати, в темноте встроенные в устройство инфракрасные светодиоды начинают светить в два раза ярче. За счет этого даже в темное время суток получается отличное качество картинки. Камера владает мощным динамиком и микрофоном. Смоделируем ситуацию. К вашей жене пришел какой-то ухажер. Вам сразу в телефоне приходит оповещение, вы тут же через приложение, нажав кнопочку, можете сказать ему «А ну-ка ж с моей кровати, негодяй!» Так как в ней есть микрофон, то вы даже можете услышать, какая реакция будет у этого хахаля. Или как отреагирует на это ваша любимая жена. Поверьте, подойдет под множество ситуаций. Компания Oben AmoGear, которая выпускает чехлы для смартфонов, в том числе для айфонов, обнародовала кейс для грядущего айфона 8. По всей видимости, Apple уже потихоньку дает знать некоторым компаниям, как будет выглядеть их следующий айфон. Ну вот, данная компания не исключение. Они заранее показали, как айфон 8 будет смотреться в их новом кейсе. А мы из этого снимка в очередной раз можем удостовериться в том, что смартфон получит практически безрамочный экран. По-моему, выглядит потрясающе. Я просто пока не могу представить, как на таком экране будут выглядеть приложения, а в частности, 3D-игрушки. Полное отсутствие рамок. Это же чудесно! Уж больно восьмерка по облику напоминает Galaxy S8. Знаете, у них, у Apple и Samsung, наверное, все как у школьников. Apple просит Samsung, эй, чувак, можно списать у тебя дамаху? Samsung отвечает ему, конечно, братан, только не списывай все точь-в-точь, как у меня, а то запалят. Мне кажется, что там у них точно такие же терки. Разработчики этой фишки по имени FuseCard по-настоящему пересмотрели понятие кошелька. Нет, вы не попались на очередную ловушку. То, что я написал в названии, чистая правда. Эта карта, по сути, настоящий кошелек. Размером с кредитку. Внутри его есть память. Туда можно запихнуть до 30 пластиковых карт из своего кошелька. Вы можете загрузить туда практически все карты. От дебетовых и кредитных, до бонусных и скидочных. Чтобы завести любую из своих карточек в такой умный кошелек Fuse, достаточно сфотать любую из ваших карт с помощью смартфона через приложение, либо пробить карту через специальное считывающее устройство, которое идет в комплекте. Переключаться между карточками можно с помощью кнопочек. Между прочим, если вы вдруг потеряли свой такой кошелек, можно будет запросто его отследить и узнать местоположение. Посредством смартфона, конечно же. Работает FuseCard без подзарядки 30 дней. Для зарядки аккумулятора потребуется 3 часа. Для тех, у кого в бумажнике большое количество всевозможных карточек, я думаю, самое то. Теперь, вместо десятка карточек, вам достаточно будет иметь всего лишь одну карточку. Только какие же они на Kickstarter и Indiegogo крысеныши? Их люди целой кучей бабоса накачивают, а они, ну вот, например, этот проект, собрали более 2 миллионов долларов, да хватает еще у болванов совести ставить ценник 129 долларов. Парадокс. Парадокс.